...обязательное образование. Кто-то переходит в вуз, кто-то переходит в профессиональный, дотягивает еще там узкий сегмент, кто у ученого и хочет быть. И дальше мы вываливаемся, в принципе, в такое самостоятельное развитие, где кто-то получает дополнительное высшее образование, кто-то получает дополнительное внутрикорпоративное. И все время есть тема дополнительного образования и саморазвития. То есть очень интенсивное загрузка в начале жизни. Потом что-то такое происходит. И, то есть, как бы, понятно, больше-больше контроля на людей. Вопрос в том, что это для нас обозначает... Вот в моем представлении эти рамки, которые прочерчены, что есть школа какая-то, есть детсад, есть вуз. Это очень условное разделение. И это самая, собственно говоря, главная вещь, которую я хотел сказать сначала этим докладом. Потом, когда я стал смотреть, я вдруг понял еще одну вещь. То есть первый тезис мой заключается в том, что разделение очень условное. Нам надо смотреть на функцию. Функция есть. Социализация, профессиональная подготовка и дальше дополнительное, самостоятельное развитие, где человек берет на себя ответственность. В этом самостоятельном развитии удивительным образом корпорации взяли на себя большую степень ответственности за то, что с нами происходит во взрослой жизни. Это уже наше вчера. Это данные 2006 года о том, что 75%, почти 80% используют тренинги, дальше семинары и другие форматы для развития своих сотрудников. Сейчас я думаю, это еще больше. И вот что у меня получилось очень странно. Я прямо даже удивился. Я, честно сказать, не ожидал такого результата, но я рисовал это сегодня ночью. Думал я реально про три рынка, получил четыре. Вот здесь у нас на самом деле понятное, по понятным причинам человек рождается, заходит в этот мир. Ему надо социализироваться, определяться с какой-то профессией. Максимальный спрос на образование. Я не думаю, что это будет радикально меняться с точки зрения спроса. Это будет меняться, может быть, вот в том, что мы говорим, вот в этом пространстве наших разговоров, будет меняться скорее с точки зрения структуры. Кто провайдеры, каким образом дают и так далее. Структура. А вот дальше начинается очень интересное. Потому что сейчас вы имеете в виду примерно так. Резко прекращают учиться, выпустили из университета, пошли работать. Потом кто-то начинает задумываться, хорошо мне еще это самое. Примерно в 30-35 случается такой вот кризис, у некоторых не у всех. И люди идут получать дополнительное образование. Переподготовились как-то, доразвились. И все. И все. Дальше уходит в пол. Так вот, чем больше мы сейчас вот в этой нашей реальности живем, тем больше становится ясно, что нам не хватает тех знаний, которых нас загрузили в начале жизни. И нам нужно постоянно доучиваться, переучиваться. И еще синхронизироваться с разными фазами нашей жизни. Вот в Индии есть там понятие о четырех возрастах. Там есть возраст студента, домохозяина, потом такой вот как бы социальный человек, который несет ответственность там за общество, и в конце монах, который уходит от шеи. Так вот, получается, что вот это я реально удивился сам, когда стал вдруг об этом думать. Я понял, что в реальности вот будущий спрос это будет вот здесь. Мы о нем практически вот в этом пространстве говорили очень мало. Мы говорили об изменении структуры существующих институтов, да, и привязывались к ним. А если думать про функцию, какую функцию они выполняют, мы выясним, что первым, пиков должно быть как минимум два. Первый пик люди зашли, разобрались, не то мы выучили, пошли переподготовились, поработали, реальность изменилась, а они стали еще старше. Им, например, нужно быть более социально ответственным. Ну, Гилл Кейтс построил империю, теперь что делать, пошел, ну, условно социально предприятие глобального масштаба. Люди на меньшем уровне, там, вот вырастили детей, а еще они активны, у них энергии много, и вот они как бы могут на самом деле на этом возрасте, 45-55, они могут предъявить большой спрос на дополнительное образование. Ну, я говорю, что я не хотел, это все получилось само собой. И дальше у нас есть на самом деле жизнь этих людей, в общем, я вам вначале показывал тренды там, про то, что пенсионеров много. Люди, которые на самом деле думают, о чем они даются в старости продуктивной старости. То же самое. Сейчас это все, ну, в пол, а там будет. Ну, вот, собственно говоря, я хотел сказать про три рынка, выяснилось, что есть четвертый. Для тех, кто уже как бы вышел из активной социальной жизни, да, такое, но как бы хочется создать и быть в обществе. Все, и я хотел сказать, что давайте думать вот завтра и сегодня не про формальные институты, к ним привезутся, а про функции, что мы решаем, зачем мы вообще это все делаем. То есть вот то, что Андрей Волковович сказал хорошо про педагоговки, что должна быть смысл в нашей деятельности. Если мы его держим, как главный фокус, тогда все остальное нам понятно, как достраивается. Все, я, наверное, больше времени потратил, но это все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.